Ну что же, я приветствую всех братья и хотелось бы обсудить поединок Морена и Фегреда, уже прошедший поединок. Вот, а засудили ли Морена или все по-честному, но обсудить даже не со стороны того, как проходил сам поединок. Давайте я сразу скажу то, что поединок действительно был равный, да, Фегреда оформил, по-моему, три нокдауна, Морена перебил по количеству ударов и по значимым попаданиям и совершил два перевода, да. Вот, но хотелось бы обсудить со стороны букмекера, ведь букмекер, он никогда не бывает в луп, это вот что хочется отметить. И почему я начал эту тему, если честно, если бы я в пятом раунде, в конце пятого раунда не посмотрел на двух конторах, этого бы разбора и не было, да, ну равный-равный поединок. Вот, к чему я, собственно говоря, введу. Поединок действительно был равным, да, и в основном при равных поединках всегда победу отдают чемпиону. И, собственно говоря, что я хочу донести. Коэффициент в конце пятого раунда на Морена был, на трех конторах я посмотрел ради интереса, был 1.35-1.4 максимум был на Морена в конце уже пятого раунда, да, в то время как на Фигереда был 2.8-2.9 на разных конторах. То есть о чем это говорит? О том, что букмекер тоже не дурак, и он видел более-менее равный поединок, и при равном поединке отдают чемпиону, вот, собственно говоря, и такие котировки исходили, да. Но смотрите, первый поединок, в принципе, был равный, где, ну, честно говоря, свободно могли отдать победу Дэвисона Фигереда, несмотря на снятый балл. Он смотрелся очень и очень неплохо, да. Второй поединок, собственно говоря, Фигереда вышел какой-то мертвый, да. Кто-то скажет из-за весогонки, но, в общем, неважно, предположений может быть масса, собственно говоря. Третий поединок Фигереда, наверное, вышел, как и в первом бою, только еще более заряженный. Да, и показал классный, но при этом равный поединок. Морена тоже очень неплохо действовал в стойке, и получше все-таки был в партере, в то же время, когда Дэвисон Фигереда оформил три нокдауна. В целом, да, поединок равный, и букмекер выставил такие котировки в конце пятого раунда, зная то, что тоже при равных поединоках отдают чемпиону. Но тут Дэвисону Фигереда отдают свободно, да. И тут уже говорят сразу же о четвертом поединке, да. Возможно, сам Фигереда и не хочет этот уже четвертый поединок, я более чем уверен, но Морена сразу же заявил, что хочет четвертый поединок. И есть высока доля вероятности, что, возможно, даже через бой у этих парней, да, то есть каждый проведет по поединку, состоится, или, возможно, сразу будет четвертый поединок, не знаю. Но хочется сказать о том, что букмекер-то действительно прав тоже был, да, то, что при равном поединке практически в 90% случаях отдают, скажем так, победу чемпиону, да. Но эти противостояния мне показались очень странными. Опять-таки, не хочу заниматься никакими предположениями, но очень странные противостояния, если честно, и наводят на ряд мыслей. Но это ладно, это мысли могут быть абсолютно у каждого. То есть, главное, что я хотел донести, то, что букмекер тоже видел в конце пятого раунда, то, что победу должны были отдать Брэндону Морена. Но мне тоже казалось, что вот, даже несмотря на то, что я тоже видел бой, как он проходил, мне казалось, что руку должны поднять были Брэндону Морена. Бой действительно равный. Глобального какого-то преимущества, да, у Фигереда не было. Можно сказать, то же самое и за Морена. Но при равном поединке должны были отдать чемпиона. Но отдали Фигереда. И действительно, в таких боях это наводит на ряд мыслей. И очень странно, что именно вот так вот завершается эта трилогия. И к чему это все идет. Ну, в общем, вот, в принципе, что я хотел обсудить. Хотел бы услышать от вас ваши мысли в комментариях. Что вы думаете насчет всего этого. И пообщаться в комментариях. У меня, в принципе, на этом все. До новых встреч. До новых прогнозов. Кстати, сегодня, возможно, будет прогноз на поединок Шавката. И так что, думаю, что сегодня выпущу ролик. У меня на этом все. До новых встреч. До новых прогнозов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok